Сельское хозяйство Ивановской области в масштабах страны. Об основных направлениях государственной политики в сфере АПК рассказала Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства России. Встреча с представителями отрасли прошла на ХБК «Шуйские ситцы». Госпрограмма, которая принята на 2019-2025 годы, включает в себя и уже знакомые меры поддержки и новые направления. Но в целом добавлены в госпрограмме еще две цели. Это экспорт продукции. Все вы, наверное, слышали майский указ президента о том, что мы должны увеличить экспорт в два раза продукции АПК. И появился такой нацпроект. В рамках этого нацпроекта, соответственно, есть направление экспорт продукции АПК. И второе направление, опять же, нацпроект появился, называется, это увеличение, поддержка малого бизнеса. Соответственно, для АПК отдельное направление увеличения занятых в сфере малого бизнеса. И предпринимательство. Это развитие фермерских и развитие кооперативов. Ивановская область активный участник программы по возрождению и развитию льноводства. Пробную партию в нескольких районах региона сажали в прошлом году. На этот в планах более 700 гектаров. Мы даем на гектар производство льна 10 тысяч рублей, субсидию. Плюс мы поддерживаем покупку семян элитных. Если производитель льна покупает семена хорошие для того, чтобы посеять, мы даем субсидию на это. Плюс мы даем льготный кредит на то, чтобы засеять на процесс производства льна и на то, чтобы убрать этот льон. И с этого года у нас есть такая новая мера, которая будет действовать не один год. Это мы субсидируем 25% затрат на строительство льнозаводов. Вопрос строительства двух льнозаводов в Ивановской области прорабатывается в данный момент. Инвестор ждет положительного решения банка. Смесовые ткани, лен и хлопок существующее производство позволяет делать и сейчас. Но чтобы говорить о развитии, нужно создать всю цепочку. То есть это производство, начиная от поля до конечной ткани. В этой цепочке одно из проблемных и основных проблемных мест – это отсутствие льнозаводов сейчас в Ивановской области. И надеюсь, что в этом году этот вопрос как раз решится. И, конечно, надо понимать, что без льнозаводов площади у нас не расширится под лен, потому что не будет первичной переработки. Для уборки льна региону нужна техника. В госпрограмме предусмотрены субсидии только на отечественную. По льну такой нет. Замминистра пообещала, что ведомство скорректирует документ таким образом, что поддержку можно будет получить и на импортную технику в случае отсутствия российских аналогов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Шуя.